Ну что, ребятки, как вы себя тут чувствуете? Шустренькие, бодренькие. Всем привет, дорогие друзья. Вот, наконец-то у нас вылуп наших цыплят. Разделил брудер на две части. В одной части у нас адреская серебристая. Выход очень отличный. Заказывал 72 яйца, залаживал. 6 яиц было не от лот и 6 не вылупилось. Итог 60 цыплят, 72 яиц заложенных в инкубатор. Отличный, замечательный результат. Все цыплята вышли ровно, но единственное, вышли они немножко раньше положенного срока. Где-то на полсуток раньше начали лупиться. Но это связано, я думаю, с тем, что яйцо мелковатое было. У меня инкубатор рассчитан на 72 яйца. Я 72 яйца закладывал. И еще осталось место где-то для 6 яиц. Яйцо само размером мелковатое. Но сами цыплята вылупились такие толстенькие, достаточно крупные. Как они там помещались, не знаю. И вот разделил пополам брудер, чтобы не перемешать с этими цыплятами. Это у нас рост в 308 Болгария. Первый раз беру этот кросс. В основном все цыплята уже заказаны. Может, немножечко останется. Большую часть уже заказали. Пойдут они на реализацию. Эти кобы у нас сейчас еще лупятся. Часть цыплят находится еще в инкубаторе. Еще обсыхают. Остатки там долупливаются. Закладывал тоже 110 яиц в инкубатор. Но они по размеру нормальные. Как раз инкубатор рассчитан на 120. И остается у меня там немножко пространства. Для того, чтобы при выводе не слишком плотно яйцо лежало. Поэтому ложечку чуть поменьше. Вот. Сейчас вот тут уже 60 голов. Ну, думаю, еще 30-35. Если вылупится, будет замечательно. А при маражировании из 110 яиц, 10 яиц было неоплода. Что очень тоже неплохой результат. 10 яиц на 100 яиц. Это 90% оплода. Даже чуть больше. Отлично. Вот. Ну, цыплятки шустренькие тоже вышли. Дружненько. Сейчас только еще прошло половина суток. С момента, как вышел первый цыпленок. Они у нас вечером начали лупиться. Всю ночь лупились. И вот сейчас уже остатки еще, может, часика 2-3. И все остальные выйдут. В качестве корма насыпал МПК-2 стартовый комбикорм для цыплят. На пол немножко насыпал. И плюс в кормушке. Вода у меня сладкая вода сейчас первый день. И чуть-чуть аскорбиновой кислоты добавлено. Для повышения иммунитета. На литр делаю 2 ложки сахара. Размешиваю воды. И вот это в первые сутки выпаиваю вот такой водой. Потом пойдут витаминки. Для чего нужен сахар? Сахар нужен для того, чтобы у цыплят вышел остаточный желток. Вот такие вот зеленые какашки. Это вот остаточный желток, который вкинулся в брюшко у цыпленка. И вот организм, цыпленка, таким образом глюкоза помогает очищению организма цыплят от остаточного желтка. Ну все, закрываем. Не будут они, пусть они не мерзнут. Пускай греются. Бегают. Все отлично. Ну а у меня сегодня запланирован забой наших первой партии импортного яйца в этом году. Это КОП 500 Чехия. Сегодня им 43 дня. Вот такие вот гигантики. Реально хорошие цыплята. Сейчас выбрал на забой 20 штук. Весом от 2,5 до 2. По-моему максимально у меня 2,943 дня. В основном забой начинает где-то примерно с 47 дней. Ну поступил заказ, сейчас выходные, как раз есть время. Тушки некоторые, цыплята некоторые доросли до забойного нормального товарного веса. Поэтому буду 20 штук сегодня забивать. Все цыплята растут достаточно хорошо. Практически все ровные. Есть несколько особей, немного отстающих. Но потихоньку они догонят. Отход вот с этой партии было, по-моему, 89 цыплят. Отход составил всего 5 цыплят. Даже не 5. 3 цыпленка было естественный отход. То есть, сами погибли. 2 цыпленка я убрал сам. У них была водянка. То есть, не стал дожидаться. Вижу, цыпленок стал себя плохо чувствовать. И убрал. Один цыпленок был СВС. И 2, по-моему, цыпленка в начале, еще в первые дни жизни погибли. Один уже недавно, неделю назад, уже более месяца было ему СВС. Это синдром внезапной смерти. Так вроде называют его. То есть, от разрыва сердца получается. Сердце слабое, не выдержало. И цыпленок погибает. Бролиные цыплята, это быстро растущий кросс птицы. Поэтому нагрузка у них на организм достаточно большая. И вот часто случается у них разрыв сердца. Такая внезапная смерть. Ну, если все условия достаточно хорошо соблюдаются, то этот процент минимален должен быть. Водянка тоже вот, она развивается от недостаточной вентиляции помещения. Ну, 2 цыпленка из 90 голов. Это ничтожное количество. Поэтому все хорошо, отлично. Клетки показали себя достаточно хорошо. Первое использование вот этих клеток. Такого плана клеток для птицы. Отличные клеточки. Единственное, что буду делать, это слабые ноги. Буду переделывать ноги. Потому как клетка разборная. Ноги тоже как бы отдельно, ножки отдельно вставляются. И такая неустойчивая немного конструкция. Немножко переделываю и вместо вот этой 15 трубы сделаю 20 трубу. Будет пожестче, поустойчивее стоять клетка. А так все отлично, хорошо. Все особи у меня в эти клетки не поместились. Поэтому рассадил их в старые свои деревянные клетки. Вот подготовил место. Сейчас буду обрабатывать наших курочек. Вот эти 20 голов у нас отсажены еще ранним утром. Для того, чтобы немного опорожнили кишечник. Чтобы почистились вот тут в опиле. Ну, чтобы немного поменьше говна было в кишках. Все отлично. Сейчас будем забивать. А цыплят пересадил вот в эти клетки. Разгрузил. Нормально, четко все. Никаких проблем нет. Надо срочно будет рассаживать вот этих цыплят. Это у нас браунник. Кросс браунник не сушка. Буду их садить вот в ту клетку, где сейчас бролера. На опил. Будут у нас на опиле они расти пока. В том загончике. Тут уже им тесновато становится. Ну и на улице уже скоро тепло будет. Скоро будем уже выпускать их на улице. Еще немножко подрастут. Все будет. Ну а теперь, друзья, за дело. Сейчас возьму птичку. Взвешиваем. Посмотрим, сколько весит живым весом наши цыплятки. 43 дня им возраст. Даже полутора месяцев еще нет. Нравятся они мне. Такие. Вот. Взвешиваем и посмотрим, сколько весит цыпленок. Сейчас вот так вот. Думаю, видно будет. Поставлю весы на ноль. Так вот. Взял цыпленочка сейчас. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Достойки. 2,68г. То есть, 2 килограмма, 700 грамм. Ну и они в среднем примерно такие же. Может, самый минимальный. 2 килограмма 500 грамм. надеюсь данные на весах было видно два килограмма 700 грамм ну выбирал пока который самый покрупнее от двух с половиной 2 550 где-то едва 870 самый крупный где-то там сидит при забое птица отход у птицы составляет где-то примерно 27 процентов то есть если цыпленок весит 2 килограмма 700 грамм то тушка будет где-то примерно ровно два килограмма около того вот но все друзья сейчас буду забивать обрабатывать и отвезу своим заказчикам а с вами я прощаюсь всем я вам желаю добра подписываемся на канал всем до новых встреч всех с наступающей святой паской всем пока пока так ребята вот первая курочка обработали 2 186 отличные курочки вообще супер товарный вид замечательные есть немножко конечно поменьше это неважно вам на что душечка есть и ладно хорошо чего и добивались а а а а а